Доброе утро! Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, а днем 18 градусов тепла. Что делать в случае невыплаты заработной платы? Бывают ли такие случаи в нашей республике? Возмещаются ли денежные средства лицам пострадавшим в результате подобных преступлений? На эти актуальные вопросы в нашей студии ответит прокурор отдела прокуратуры Карачаева Черкесии по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета Российской Федерации Светлана Денисова. С ней встретилась моя коллега Белла Джазаева. Доброе утро всем! Доброе утро, Светлана! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Светлана, скажите, пожалуйста, что надо делать в случае невыплаты заработной платы? Здравствуйте! В первую очередь хотела бы начать с положения статьи 37 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует каждому гражданину право на труд. Соответственно, на безопасное соблюдение требований условий труда, гигиены, отсутствие какой-либо дискриминации на рабочем месте, соответственно, на вознаграждение за труд, соответствующий труд. Опять-таки, данное вознаграждение не должно быть менее установлено во федеральном законодательстве размера труда, оплаты размера труда, то есть на данный момент сумма данная составляет 7800 рублей. Соответственно, также каждый гражданин имеет право у нас и на защиту от безработицы. Согласно диспозиции статьи 145 Примечания 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, соответственно, уголовная ответственность за совершение преступлений в данном направлении наступает с момента невыплаты заработной платы, пенсии иных пособий свыше двух месяцев и частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев. Уважаемые граждане, если в вашей жизни сложилась такая ситуация, мы призываем вас незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, в том числе и в прокуратуру Российской Федерации, любое ее подразделение, где вы можете попасть на личный прием оперативного состава прокуратуры и, соответственно, изложить все моменты, интересующие вас, и также получить юридическую консультацию о форме написания заявления. Кроме того, в случае невозможности фактического прибытия к месту написания заявления, вы можете обратиться и по телефону горячей линии прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Карачаева Черкесской Республики. Телефоны, соответственно, у нас изложены во всех средствах массовой информации. Вы можете получить и в телефонном режиме достоверную информацию в форме порядки обращения в правоохранительные органы. Светлана, скажите, пожалуйста, имела ли место в нашей республике невыплата заработной платы? Ну, к сожалению, и в данной республике имеют место быть такие моменты. Следователями Следственного комитета в истекшем периоде 2017 года возбуждено три уголовных дела, которые направлены в суды для рассмотрения по существу. Соответственно, два уголовных дела в этом году поступили, которые были ранее возбуждены в 2016 году, судами Карачаева Черкесской Республики. В настоящее время признаны виновными три лица, три руководителя организации за совершение преступлений указанной категории. И, соответственно, всем назначено наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации. Также хотела бы отметить, что санкция статьи 145 примечания 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком в пять лет. Также может быть применено наказание и назначено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей и принудительные работы, соответственно. Ну что, Светлана, я благодарю вас за полную информацию. Спасибо, что сегодня были гости нашей программы. Спасибо вам. Вам спасибо большое за внимание. И, уважаемые граждане, ждем вас в случае сложившейся ситуации в вашей жизни. На этом утренний блок вестей завершен. Следующий выпуск в 11.45 с Ашемезом Пхешховым. Удачной рабочей недели. Хорошего вам дня и встретимся завтра. Растем спортивными. Простаем здоровыми. Спорт это здоровье. Спорт это успех. Спорт это дружба. Спорт сильнее всех. Лови. 91,2. Наша волна.